А вы сами как свой жанр определяете? Музыка большого города. Нет, попроще поп-рок. То есть как написано, такие. Либо рок-а-попс, либо поп-а-рок. В зависимости от того, на что больше акций. Как лучше звучит. Поп-а-рок не звучит. У вас была какая-то команда до. Это не первый ваш коллектив. Да, у нас был мужской коллектив. А это было у нас... Как так еще раз называлось? Нет, я про... Аян. Ая была у нас такая, знаете, очень известная, самая известная певица. Вот как есть Алла Пугачева, она была там в Киргизии. У нас не было Алла Пугачева, поэтому просто много работали. А у нас была мужская команда. Приехала в Москву не вся команда. Барабанщик первым эмигрировал в Бельгию. Так получилось. Он женился, и жена его туда, в Бельгию, приезжала. Понимают теперь, откуда бельгийские гастроли у вас были в Турлине. Нет, 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 мы там встретились. Не связано? Нет, мы встречались, но это не связано. Да, хотя в Бельгии он на концерте с нами даже сыграл одну вещь вместе. Мы его пригласили. В июне он такой был, отлично. Было интересно. Потом гитарист, который приехал с нами, он тоже как бы недолго продержался, покинул группу, уехал обратно в Киргизию. Вот как оказалось в группе Маша. Вот и вот у нас получился такой интересный коллектив. Раньше мы девушек коллектив не брали. А сейчас аж две. Интересно. Аж две. Ну а вы общаетесь с теми музыкантами, с которыми вот вы начинали, и вы, и вы, или просто совсем как-то... В смысле в Москве уже когда познакомились на первом тайге. Ну нет, ну я не знаю, как-то по скайпу, я не знаю. Нет, мы со всеми общаемся. Со всеми, да? Они остались в шоу-бизнесе все, потому что не обязательно, если люди начинают, да? Да, в музыке пишут, сочиняют, но они, понятное дело, там, у них, знаете, какой рынок там? Кыргызстан и Казахстан. В принципе, Казахстан тоже республика не маленькая, там можно зарабатывать деньги, но, понятное дело, что из Москвы ты можешь ездить по всему миру. Это интереснее. Ну вот буквально сегодня ночью мы пару словами перекидывались по фейсбуке, в личных сообщениях с ребятами из группы Underwood, потому что в свое время, даже когда только мы начинали, было такое, что мы бэйки подпевали, ребята им как музыканты там где-то что-то помогали, Леня у нас на басу помогал, играл. То есть какие-то такие моменты. Вообще, честно говоря, вот ребята, с которыми мы познакомились на самом первом этапе, они, по-моему, все практически вот до сих пор на коне, до сих пор работают. Но никто, по-моему, все-таки не достиг таких, в общем, вершин, как город 312. Так, давайте здесь ложную скромность и отбросим. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.